Сложность этой работы кроется в специфике территории. Анапа – город-курортный, куда ежегодно стекаются огромные туристические потоки. Но не все приезжают к нам с благими целями. Есть и такие, кто стремится заработать преступным путем. Поэтому бдительность правоохранительных и контролирующих ведомств ослабевать не должна. Распространение наркоманий можно остановить, только объединив усилия. Под особым контролем в летний период отдыхающие, подозреваемые в употреблении наркотических средств. С наплывом сегодня отдыхающих появляется, фиксируем мы тех, которые вновь появляются, но они среди отдыхающих. Они тоже нам дают негатив. Объясним, во всяком случае, что люди – это не с Анапы. Адрес его места жительства – Россия, но не Анапа. Это еще как-то можно объяснить. Но когда это коренные анапчаники, это вновь выявлены, те, которые находятся на учете, те, которые находятся на лечении, вот это важнее всего для нас сегодня этот элемент. Оперативную информацию участникам заседания представил руководитель Анапского отдела наркоконтроля. Так, сотрудники МВД, отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, казачьи и мобильные дружины задержали группу из пяти человек – четверых анапчан и жителя станицы Варениковская. Пособники организовывали систематические поставки наркотиков в Анапу. Канал поставки пресекли. Преступную группу ждет суд. Также на курорте выявили два участка, где выращивали дикорастущую коноплю. Выявлены два очага производства дикорастущей конопли в районе поселка Утаж и в районе старого русла реки Кубань. Это территория Пермальского сельского округа. Уничтожено путем сжигания 3605 пустов. Но уничтожение наркотиков – лишь малая часть работы по пресечению распространения этого зла. Не менее важно оказать квалифицированную медицинскую помощь тем, кто решил вылечиться от пагубной зависимости. С диагнозом наркомания на учете в Анапе состоит 358 человек. На консультативном наблюдении – 298. С диагнозом – эпизодическое употребление наркотиков. Анапчан, нашедших в себе силы признать болезнь, принимают в городской больнице курорта, а также направляют на лечение в Краснодар. Реабилитационное лечение наркоманов проводится на базе государственного учреждения наркологический диспансер города Краснодара. За 7 месяцев прошли лечения 24 человека. Из них уже 8 человек, пройдя на реабилитацию, вернулись под наблюдение и дальнейшее сопровождение врача-нарколога наркологического кабинета. Организация досуга и формирование позитивного мировосприятия у молодежи – еще одно направление в этой большой и очень важной работе. спортивные занятия, всевозможные молодежные акции, мероприятия культурные и образовательные – все это нацелено только на то, чтобы наши дети знали – здоровым быть красиво, интересно и модно.